Афганистан 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 Чего не хотелось бы иметь в России, но в России это будет, потому что Россию готовят к этому. Не только к расчленению, к третьему расчленению после 1917-1991 года. Все уже созрело, границы проведены, самостийные правительства существуют. Всякие главы администрации, каждый на себя может потянуть одеяло. Кто-то может опереться на американцев, кто-то может опереться на китайцев. У каждого свои интересы. В принципе, расчленить страну, расплюнуть. Еще один государственный переворот, как тот, который произошел 30 лет назад, и все состоится. Но еще один компонент – это многонационалия. Интернационализм, который был у большевиков, он сохранился сейчас, потому что те же самые большевики и находятся у власти. Интернационализм – это не их убеждение, что не должно быть никаких различий по национальностям. И все национальности должны, в конце концов, слиться в одну, и в расово-биологическом отношении, и в культурном. То есть человечество таким должно быть, каким оно не будет. Знают все, что этого не будет. И большевики это прекрасно знали. Интернационализм был их политтехнологией. И сейчас вот эта многонационалия или поликультурность, мультикультурность – это и есть технология уничтожения нации. В России нация может быть только одна – русская. Ее надо, вот этой олигархией захватившись, надо подавлять всячески. И подавляют ее с помощью вот этой многокультурности. Поэтому открыты границы, не случайно, не потому, что рабочая сила нужна. У нас тут полно рабочей силы, просто ее не оплачивают никак. Измываются над людьми, в том числе над предпринимательским сословием, тем, что по-другому невозможно. Рентабельности нет никакой. Налоги, воровство, бандиты, бандиты-чиновники, уголовные бандиты и так далее. И как работать в этой ситуации. Плюс еще вот эти монополисты из так называемых красных директоров, они продолжают, они остались. Может быть, там поменяли, наследники сменили своих предшественников. Но все, по-прежнему, все то же самое. Тут что-то праздновали военную приемку. Уж вот гады просто распоследние. Не знаю, как там в СССР было. Тоже тратили на это очень много. Сейчас это просто по опыту своей работы. Знаю, что это просто подлейшая система. Вот этими подлейшими системами все окутано, высасывают последние соки из страны. Мало того, что украли всю собственность, теперь еще крадут прямо из карманов последние копейки, которые как-то люди, им удается зарабатывать без этого подлого режима. И все равно это отнимают. И вот чтобы дальше отнимать, надо, чтобы нации не формировалось. Не формировалось, независимо от чиновника действительно власти или источника власти. Вот источник власти на самом деле не народ, который не может быть политическим субъектом, а нация. Вот нации не хотят допустить, чтобы она появилась. Поэтому открытой границей сюда заливается иностранная рабочая сила, трудолюбивые иммигранты, которые здесь убивают, насилуют, создают преступные сообщества, захватывают локально, а скоро перейдут к глобальному интегрированию целой сектора экономики. В общем, все прелести этнокриминала, который у нас существовал и ранее, и в Советском Союзе он существовал, такие землячества с этническим компонентом, потом это в 90-е все усилилось многократно. Главное, что русских подавляют. Во всех отношениях надо подавлять. А афганцы, ну что ж, надо несчастных принять здесь и помочь афганскому народу консолидироваться под властью террористической организации. Ну, поскольку у нас при власти тоже люди, которые готовы терактами устанавливать правила игры на территории России, готовы к политическим убийствам, к взрывам домов, к постановочным пугающим людей кадрам, как там в Керчи или в Кемерово и так далее. Поскольку они точно такие же, как эти талибы, то талибы им социально и в каком-то смысле и национально близки по менталитету, близки. Вот так бы и вот они захватили примерно власть таким же путем. КПСС просто сдалась, якобы так, сымитировали. Раз они и подняли руки ни с того ни с сего, имея все рычаги власти, вдруг капитулировали. И здесь примерно такой же сценарий капитуляции. Но мне кажется, что есть и другой сценарий, когда действительно русские отряды стекаются в Москву и власть путинщины падает просто потому, что все тоже сдались. Может быть, это кому-то интересно, кому-то выгодно. Кто-то такой сценарий тоже продумает. Вполне логично в такой ситуации. Ну, если талибам можно, а чего же их признает и международное сообщество их признает быстренько. И Кремль уже фактически их признал, коль скоро принял их представителей для переговоров. А что, почему здесь иной какой-то сценарий? Столько стран меняли власть с помощью государственных переворотов. Сами путинисты совершают государственный переворот на каждых выборах. Ельцинисты пришли к власти путем государственного переворота. Большевики пришли к власти с помощью государственного переворота. История, что остановилась, нам сказали, не, а теперь все, мы навсегда. Нет, вы не навсегда. Вы не навсегда. Мы хотели бы, чтобы Россия была навсегда. А вы, чтобы окочурились как можно быстрее. Все, кто когда-то пытались создавать военизированные структуры, даже из чисто патриотических побуждений, которые думали, ну вот мы тут под видом патриотической работы, что-то тут начнем готовить людей к будущим событиям, ничего из этого не вышло. Либо люди разбегаются просто при первом же напряжении, и инициатор еще и в тюрьму попадает, или хотя бы под следствие, либо ему ломают жизнь. В общем, нет никакой патриотической или военно-патриотической работы. Кроме холуйства нет ничего. Путинский принцип – это главное выставить фанеру. Такие фанерные сооружения, которые говорят, вот тут мы все едины, как единый народ, там юнармия какая-то, молодая гвардия, наши, ваши и так далее. Вся эта липа, которая живет только на деньгах, конечно, к патриотизму никакого отношения не имеет. Это просто имитации, которые были и в СССР, а сейчас уж совершенно постыдно. И тогда-то вся комсомоль о пионере – это была фикция. А сейчас уж и подавно, потому что сейчас считается достаточным, чтобы в кадр что-то влезло, вот это показали, больше ничего не нужно. Больше ничего, никаких инициатив не нужно. Какой-то объединенный народный фронт вообще ничего не делает. Вообще просто ноль. Главное показать, что какие-то инициативы есть. Люди с громкими должностями, якобы общественными, якобы кем-то избранные, якобы в каких-то инициативах участвовавшие, рассказывают, что они сделали. На самом деле, то, что должны делать чиновники повседневно, и то, чем должны заниматься депутаты, или хотя бы общественные палаты, это у нас вторая ветвь все той же представительной власти, непонятно кем, правда, кого представляющие. У нас все забито, у нас чиновников, даже если они не считаются чиновниками, просто пруд пруди, они забили все. Вот нам надо от них отстроиться, считать, что они не существуют. Вот талибы реально существуют, их надо учитывать. А путинская администрация, она не существует для нас, мы не должны с ними вести никакие переговоры. Мы должны, русское движение, русские люди должны выстраивать собственные переговорные площадки, нам не о чем договариваться с путиноидами, не о чем абсолютно. С коммунистами нам тоже не о чем, не надо вести никаких переговоров. Или с какими-нибудь там Каспарашами и всякими людьми, которые кормятся при Западе и повторяют застарелые глупости начала 90-х годов, которыми заморочили голову. Мы смотрим, как фактически оправдывают уничтожение нашей страны. Те, кто являются хозяинами телевидения, я тут на канале «История» с удивлением увидел такой фильм, крайне лояльный к предательству, к поступкам тех, кто расчленил страну. Шушкевич, Кравчук, Ельцин показывают Горбачева и так далее. Я смотреть это не стал, потому что это просто отвратительно. Интервью у Шушкевича берут. Его повесить собственными руками где-нибудь на видном месте, чтобы долго было заметно и хорошо это освещено в средствах массовой информации. Вот это было бы правильное освещение. И что нам ожидать от Афганистана? От Афганистана надо ожидать формирования очередного террористического центра. Ну вот как-то другие центры погашены, мнимые или истинные. Там ИГИЛ непонятно куда слиняло или продолжается. Так сказать, вести теперь особенно не доходят, потому что, а что же там докладывать о войне, которая заведомо проиграна. Проиграна Путиным, так же как и афганская война была проиграна руководством КПСС. И там отмечают героический выход российских войск, после которых, правильно Владимир Васильевич сказал, еще три года продержалось правительство. Но все, вот это и все, на что хватило советского потенциала. Они не на то опирались, ребята, совсем не на то. Вот, если бы не вывели, то, может быть, еще десяток лет и смогли бы утвердить там власть дружественного нам режима. А сейчас спросите себя, откуда у талибов оружие и деньги? И люди, которых рекрутировали. Откуда все это берется? Это на дороге не валяется. Мы бы хотели все это иметь, русское движение, но мы это не имеем. Ни денег, ни какой-либо вооруженной силы, ни какой политической силы, а эти все имеют. Поэтому не прикидывайте, что, ах, там, Соединенные Штаты потерпели поражение. Соединенные Штаты не субъект, теперь это тоже под раздачу, под крах подготовленный субъект. Есть закулисные структуры, которые транснациональные, они разруливают здесь ситуацию. Вот террористического центра нет, надо его создать. Вот он создается здесь. Для бесконечной войны, куда будут рекрутироваться, где будут готовиться террористы, а потом выплескиваться на весь мир. И все вопросы, которые должны решаться политически, будут решаться с помощью террористов. И я не просто не исключаю, я уверен, что Талибан будет в Москве. Нет, не отряды будут входить сюда и разгонять нынешнее правительство, а приедут на территорию России террористы. Оттуда приедут и их пригласят просто для того, чтобы в какой-то момент именно таким путем решить, как решали взрывы домов в Москве и в Волгодонске, там Норд-Ост, Беслан и так далее. Это способы решать некие вопросы, или им так кажется, что они решают эти вопросы. Это не случайные совпадения, события, злой урок и так далее. Все это тщательно организовано, и виновники сидят в Кремле, они нигде-либо, не надо их там искать. Это исполнители, исполнители, вот точно так же, как исполнители в 1991 году был этот поток идиотов московских, а реальные закулисные силы, которые никогда не объявляли о своих целях, они вот выползли наружу, выползли наружу и показали, что они хотят. Так нас готовят к еще очередной итерации, когда снова надо что-то там разделить, присвоить себе. И снова террористические акты – это как некий фон для решения вопросов, затрагивающих интересы закулисных группировок, о которых нам никто докладывать не собирается. А вы идите на выборы, вон там за партией голосуйте, которые ничего не решают и которые знают, что они ничего решать не будут. Они просто выдвигаются в наемники этого закулисья, вовсе не в народные представители. Поэтому не ходите на выборы. Выбором – бойкот. Слава Руси! Господи спаси!